Очень интересный вопрос, глубокий. Здравствуйте, где грань между свободной волей человека и промыслом Божиим о человеке? Могут ли добрые поступки быть волей человеческой, или это исключительно за шумом Господа? Ну, я думаю, что все наши добрые дела, действительно по-настоящему добрые, это продукт синергии. Это такое прекрасное греческое слово, которое обозначает объединение воли Божией и воли человеческой. Когда у Бога и у человека одна и та же цель, и они вместе сработают, чтобы достичь этой цели. И еще сказано в Ветхом Завете и в Новом Завете, в различных исламе такие слова есть. Если Бог со мной, то кто на меня? Поэтому все добрые дела это продукт синергии. Мы же должны сами для себя понимать, что в общем-то все равно слава и честь всех добрых дел принадлежит Господу. Что это Бог дал силу и благодать, что это доброе совершить. Я немножко помог, я немножко поучаствовал, но по правде и по-честному это в общем-то все заслуга Господа. Но я тоже соучаствовал, немножко. Поэтому мы должны гордиться. И более того, в Евангелии насочет есть очень-очень важная заповедь, что ты твори добро, чтобы левая твоя рука не знала, что творит правая. То есть сделай добро и забудь. И чтобы вот как святые угодники Божии, которые когда отходили ко Господу, они говорили, что я не знаю за собой никаких добрых дел. Вот исполняли всю заповедь эту всю жизнь. Творили добрые дела, спасали людей, спасались сами, совершали подвиги самоотвержения, самоотвечения. Создавали монастыри, терпели всякие решения ради Христа, ради Бога, ради Матери Церкви. Подвиги совершали, на пытки шли, тюрьмы проходили. И говорили, я не знаю за собой никаких добрых дел. То есть, ну, грехи знаю, грехи помню. Вот мы вот так должны жить. Не знаю за собой добрых дел. Всю славу отдавай Господу. Еще и потому, что если мы всегда на сборе тщеславия, чтобы забрать у нас благодать этого духа и награду от Бога, и совершил какое-то доброе дело, тут же в сердце подкрадется тщеславие. А, детский, какой я хороший, какой я правильный, я совершил доброе дело. И тогда человек не получает награду от Бога. А даже если он внутренне, мысленно, сам собой, никто не слышит, под тщеславился, то это уже не является добрым делом. Получение всех этих отцов. Это уже было дело тщеславия. И многие, к сожалению, эти добрые дела делают, чтобы хотя бы мысленно подчисляться. Не говоря уже о тех, которые открыто хвастаются своими добрыми делами и делают, чтобы их люди похвалили. А вот святые не так делали. Николай Годник, миряких чудотворец, он ночью тайно творил милостырь, чтобы никто не знал, чтобы и самому забыть про свои добрые дела, чтобы получить награду от Бога. И теперь все о них знают. А о тех, в хавычках, добрых делах, которые делали ради тщеславия люди, все забывают и забывают. Поэтому помоги вам Господь. Делайте добрые дела вместе с Богом. Несколько сладких. Но всю славу отдавайте Господу. Без Него мы не можем ничего.